МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Базируются эти игры на трудах и отечественных психофизиологов, нейропсихологов, и зарубежных. Из наших отечественных нейропсихологов больше всего известен, конечно же, Александр Романович Лурия. То есть это игры, которые помогают развить голову? По сути дела, да, это зарядка для головного мозга. А есть ли какие-то разновидности у этих игр? Игр очень много, потому что механизмов мозговой деятельности их действительно много. Для примера я могу привести игры на развитие межполушарного взаимодействия. И, может быть, мы сейчас вместе с вами, Максим и Юля, сделаем легкую игру, разминочку. Подождите, а игры такие можно практиковать и со взрослыми? Легко. Ты будешь левая полушария, а я правая. Хорошо. Вот как раз-таки, да. Игра очень простая. Одна рука делает такое движение, другая вот такое. И потом меняем. Так, а нужно ускоряться? Если видно, что у вас все в порядке, Юля, с межполушарным взаимодействием, вы можете ускоряться. Для разнообразия вы можете сделать другую фигуру. Другую? Фигушкой так здорово. Только по очереди. А я помню, здесь гладишь. Да, 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 это тоже. Вот для детей идет как раз лучше всего для дошкольного возраста. Игра на голове рука и другая рука на животике. Вообще, с какого возраста можно заниматься этими людьми? Вообще, с 4 лет можно спокойно играть. И в домашних условиях, и, конечно, на занятиях. И до? Вот вторую планку мы не ставим. Потому что... Вот, слава богу, не ставят вторую планку. Ну, я знаю, что вы к нам сегодня пришли не просто так, а вы принесли некий мастер-класс, который прямо сейчас мы можем показать нашим телезрителям. Этот мастер-класс связан с веревочками. Расскажите об этом. Что это за игра? Действительно, мы с собой принесли много веревочек. И сегодня мы надеемся вас научить плести из веревочек разнообразные фигуры. Этой игре несколько тысячелетий. Точные даты, понятно, никто не знает. Играли в нее практически на всей планете. И в Африке, и в Австралии, и по всей Евразии, и в Америке, и в Японии. И до сих пор она очень популярна. Она так же, как и вот эта игрушка, она развивает межполушарное взаимодействие, зрительную память и так далее. У нее большая польза. И веревочных фигур, которые можно плести, их несколько, порядка двух тысяч. Никто точно не знает, сколько. У нас есть главный специалист по этим веревочным играм, Анна, которая, я так понимаю, умеет плести несколько, как раз сотен, или даже, может быть, пару тысяч разных конструкций. Расскажите, какие конструкции вы умеете плести? Ну, я сама придумала букву «А» сделать, и вот сейчас я вам покажу. Аня вышла уже на уровень мастерства. Здорово. Это в том случае, когда уже показывают. Но у Ани есть и другие любимые фигуры. Аня, ты можешь показать, а мы тоже можем продемонстрировать каждую свою фигуру. Да, для разнообразия. Пожалуйста, Анюка. То есть задача этой игры самостоятельно придумать какое-то изображение из веревки. Сначала, конечно, ребенку нужно просто показать, как можно по определенной уже разработанной методике, схеме, какие фигуры есть. А затем чаще всего дети просто сами начинают придумывать. Вот у Ани, например, если присмотреться, это звездочка. Она называется «Падающая звезда». У меня просто звезда. Да, вот то, что мы будем сегодня делать. А у меня три вершины, как вы видите. Подождите, вот пальцев всего 10. Я думаю, у многих телезрителей даже у меня возник вопрос, как вы не запутываетесь в этих 10 пальцах. Мы их тренировали. Мы надеемся, что у вас тоже все получится. А можно попробовать? Да. Можно. Какую веревочку можно взять? Ну, на самом деле, вполне такие удобные. Так, то есть мы берем закольцованную веревку. Ой, слушай, ну это прям фокус какой-то. Максим, как? Как? Как ты это сделал? Как? Браво. Но вы наверняка играли в школе. В резинке играли. Играли, вспомнили в детстве. И вот так под это. Вот это наиболее известная игра. Она называется «Колыбель для кошки». А на немецком языке она «Хексошпили», то есть это игры ведьмы. Называется «Кошачий глаз» вот эта фигура. Вот даже не надо вам... Вы все вспомнили. Все о путанице. А пальцы сразу вспоминают. А помните путаницу? Да. Она тоже известная. Да, помню. Помните я? Я не помню, я не умею. Анна, научите меня, пожалуйста. Как это у вас получается? Покажите мне. Падущая звезда? Ну, как какую-то самую простую фигуру. Вот давайте. Ну, например, цветочек. Давайте цветочек. Надо взять вот так вот, на большой, на мизине. Покажу нашим телезрителям. Вот так, да? Да. Правильно? А потом на другой руке, только на большом пальце. Есть. Потом я вот тут делаю петельку. Петельку. И одеваю на мизинец. Все. Пожалуй, это максимум, на что способны мои нейроны. Я готова помочь. Не сдавайтесь, не сдавайтесь. Мизинчик. Да? Давайте, да. Так? Сейчас я сделаю лишь одну маленькую поправочку. Помощь. Помощь зала, и все. Вот это вот... О, получилось? Отлично. На что-то это похоже? Да. Это уже... Подождите, подождите, подождите. Я придумаю. Я сейчас придумаю... Я сдаюсь. Я придумаю какую-нибудь фигуру новую. Вот. Слушай, ну, мне кажется, можно... Это уровень творчества уже. Это письмо. Это тебе, Юля, письмо. Анна, расскажите, давно ли вы занимаетесь таким плетением? Уже год. И за год? А у вас так хорошо получается? Да. А что вы... Нравится ли вам это занятие? Расскажите. Очень мне нравится это занятие. А самую сложную фигуру, какую вы выучили, сложнее, которая для вас пока не бывает? Ну... Собачка. Собачка? А можете показать сейчас? Нет. Она же уровень определенный. Ну, вы знаете, эта игра как нельзя демонстрирует принцип, что интеллект находится на кончиках пальцев. Эта игра прекрасно, во-первых, работает, профилактирует такие проблемы, как сложности в письме. Расскажите про мои проблемы всем телезрителям. Да-да-да, давайте. А правда, что веревочки можно играть не только руками, но и людьми? Да, да. Отличный досуг для семейных вечеров. Развлечения. Приближается весна. А вы нас научите? А мы научим. Легко. Давайте тогда сейчас и попробуем. Давайте попробуем. Ну что ж, давайте попробуем. Нам для этого нужна плащавка. Какая-то общая. Командуйте, что нужно сделать. И нам нужна большая общая веревка. Пожалуйста, Юля, Таня. Все берем себе по веревочке. Так. Это одна веревка. Юля с Максимом пока не держат. Это одна общая веревка. И мы узнаем с вами сейчас наглядно, что такое семейные узы. И для этого в простой игре на формирование общей фигуры и общей задачи. Давайте. Что нужно сделать? Сейчас, Юля, вы подходите к Максиму и накидываете ему любя петельку. Любя, прости. Максим делает то же самое. Так. Мы готовы. Мы отходим, натягиваем ниточки. Я подбегаю, беру нитку от Татьяны к Максиму и от Ане к Юле. Натягиваю. Освобождаюсь от общей петельки и передаю Тане и Ане. И мы снова отходим, натягивая. Сейчас я свою ниточку бросаю. Так. Таня с Анютой расходятся. Угу. Так. Снова нитку беру. Ух ты! И Таня, соединяясь... Таня, помогай. И сейчас мы вам показываем, как можно вместе с семьей из пяти человек или друзьями сделать звезду. Ты слушайте. Мне кажется, у нас прекрасные семейные узы получились здесь, прямо в студии, друзья. И то же самое вы можете попробовать у себя дома уже вечером, когда все соберутся за столом. Мы благодарим наших великолепных специалистов по веревочному курсу. Я напоминаю, что научиться так плести из веревок вы сможете на фестивале «Весна на дворе» на Толмачево 22, 22 марта в 11 часов утра. Мы ждем вас на этом фестивале. Ну, а мы переходим к короткой рекламе, а потом продолжим. Продолжение следует...